Музыка Это кадры задержания алтайских чиновников. Вообще 2020 год богат на уголовные дела краевых, районных и городских властей. Знакомьтесь, на этой фотографии прилег Сергей Горбунов, бывший глава Славгорода. Получил взятку за передачу госзаказа на поставку угля в обход конкурса. В ходе содержания попытался избавиться от денег. При допросе признался в получении взяток на общую сумму более 6 миллионов рублей. А это Андрей Голубцов, один из самых ярких фигурантов уголовного дела 2020 года. Получил взятку в 2 миллиона от директора фирмы, которая занимается строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Кстати, его выпустили СИЗО. Следующий наш герой Сергей Демин получил около 3 миллионов за покровительство одного из бизнесменов со стороны администрации города. Перечислить всех взяточников края в рамках одного сюжета даже 2020 года невозможно. Политологи говорят, зачистка власть имущих стала тенденцией не только в регионе, по всей стране. Когда при Александре Богдановиче была развернута система худшего отбора во власть, мы, соответственно, видим тех людей, которые принимались не по профессиональным качествам, а люди, преследующие какие-то 7-минутные интересы, но которые были удобные, серые, невзрачные. И, собственно говоря, отсюда мы видим периодическое очищение власти. Очевидно, в Барнаульской мэрии деньги любят. Это вице-мэр Александр Алексеенко, приговорен к пяти годам колонии строгого режима за крупную взятку. Как шутили в СМИ, здесь Алексеенко разложил свой последний пассианс. Крадут чиновники системно. Например, в краевом управлении лесами пора бы понять, когда лес рубят, щепки летят. За большими вырубками следуют неприятности в виде уголовного дела, по которому, кстати, сейчас проходит начальник ведомства. Пахнет жареным и в районах. В июне бывшего главу Каменского района, одиозного политика Федора Найдина, признали виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Напомним эту прекрасную историю. Федор Найдин запретил руководителям детских садов закупать хлеб, который они закупали у одного из предпринимателей. Используя административный ресурс, Найдин настоял на том, чтобы дошкольные учреждения закупали хлеб в крестьянско-фермерском хозяйстве, которое возглавляет родственница Федора Найдина. Для меня неожиданно, что Федора Николаевича отстранили именно по этому вопросу. То есть я полагаю, что есть более серьезные вещи, за которые его стоило отстроять. Но надо признать, что коррупция – клеймо не всех чиновников. Говоря словами классика «кому на Руси жить хорошо, так это борцам за народное счастье», главам районов небольших сел. «Начнем с того, что им там работать тяжелее. Там на самом деле остаются какие-то фанатики своего дела. Вот в большей степени это люди, которые на самом деле тратят все свое время на то, чтобы жить их односельчанам было лучше». Так что многим действующим политикам стоит научиться бороться со своими слабостями. Например, 9 декабря – в день борьбы с коррупцией. «И пусть ваша деятельность приносит настоящее удовольствие. Успехов вам во всем». Ирина Корчагина, Илья Халяпин. День с толком.